Вы используете процедуру усоединения, как она определяется, что это усоединение почем, по каким усоединениям? Сейчас, сейчас я открою. Вот, энергетический интервал, который определяется как некий интервал, который должен быть просто много больше, чем среднее расстояние между энергиями хаотических конфигураций. Это обычная процедура перехода к оптической модели, когда вы усоединяете по интервалу, содержащий много уровней, о которых говорил предыдущий докладчик. Их плотность фантастическая, она очень резкая. Это зависит сильно от ядра и от энергии возбуждения. Например, если вы берете в каком-нибудь уране при энергии связи, ну, плотно 7 м, то это электробоника. Если вы возьмете железо при той же энергии, то это будет кэмли. А интервал, конечно, должен превышать этот интервал. Так же, как в нейтронной физике, когда вы изучаете силовую функцию нейтронных резонансов, то вы берете усреднение по энергетическому интервалу, включающему много этих резонансов, чтобы говорить о средних параметрах. Здесь точно такая же все. То есть, фактически, реально, этот интервал не входит в никакие расчеты. Это позволяет нам избавиться от необходимости описания этих хаотичных состояний. Но после процедуры усреднений, уравнений, движения меняются? Или они похожи на те, кто усреднений? Хороший вопрос. На самом деле, конечно, мы уже работаем с усредненными уравнениями, потому что уравнение, они же как функции энергичные написаны. И мы получаем уравнение уже сразу при усредненных величин. В частности, для средних функций, Гриен, вот как докладчик говорил, и средний массовый оператор. И, конечно, идем и касается того, что мы не знаем, как усреднять массовый оператор, но мы можем его разумно параметризовать. Продолжение следует...